Пятница, 14 августа. И вы смотрите программу Курзомского телевидения «Взгляд из Венспилса. События, люди, мнения». В студии Олеся Пшененко. Здравствуйте. Из нашей сегодняшней программы вы узнаете о том, как проходили поисковые работы пропавшего в море юноши и почему в августе и сентябре спасатели просят отдыхающих на море быть особенно осторожными. Также вы побываете на концерте в Усмос. Эти и другие новости нашего города в сегодняшнем выпуске. На этой неделе со среды 12 августа Венспилская социальная служба изменила время работы касс своих филиалов. На эту информацию нужно обратить особое внимание тем, кто подал заявку на одно из пособий. На левом берегу реки Венте в городе на улице Райня 10 касса будет работать по средам с 10 до 3 часов дня. На правом берегу реки в Парвенте на улице Талсу 39 касса будет открыта по четвергам в это же время с 10 до 3. По такому графику кассы Венспилской социальной службы будут работать до 25 августа. Более подробную информацию о возможностях социальной поддержки и другие новости социальной жизни города Венспилсчане могут узнать в одном из отделений социальной службы, на сайте Венспилского самоуправления Венспилс ЛВ и на странице социальной службы Венспилса в Фейсбуке. Полиция ищет свидетелей происшествия, которое произошло в Венспилсе на улице Кулдегас 9 августа. Была повреждена скульптура коровосвета и полицейские самоуправления задержали нарушителя, передав его в руки госполиции. Государственная полиция просит отозваться в Венспилсчан, которые были свидетелями этой хулиганской выходки. В понедельник 10 августа в Венспилсе двое молодых людей решили искупаться в Балтийском море. В тот день на пляже был вывешен желтый предупреждающий знак, что купаться не рекомендуется. Но юноши все же решили зайти в море. В 100 метрах от берега молодые люди поняли, что их затягивает море, и один из них смог добраться до берега, а второй нет. Мы этого не заметили. К нам подбежал тот второй парень, который был с ним. Он побежал ко второй башне и сказал, что пошел купаться со своим другом. Но его друг был затянут под волну и не смог выбраться. И сам он еле выбрался на берег. Спасатели немедленно выехали на место происшествия и уже в тот же день были привлечены дополнительные службы для поиска молодого человека. Но все безрезультатно. Поиски продолжались 4 дня. Муниципальная полиция отвечает за береговую линию протяженностью 1200 метров и ведет здесь свое наблюдение. И в первую очередь наша задача наблюдать за теми, кто пришел сюда отдохнуть и покупаться. В первые три дня преобладающий ветер указывал на то, что юношу могло отнести в сторону Юркалны. Но в четверг, когда ветер поменялся, предположили, что тело молодого человека, может быть, отнесло обратно к Венсполскому пляжу или даже в сторону Сталзены. В поисках принимали участие береговая охрана и пограничники, ЗМСАРД, государственная полиция и воздушные силы национальных вооруженных сил Латвии. На вертолете установлена инфракрасная камера, которая может распознавать разницу температур, если тело не остыло еще полностью. Мы можем двигаться над водой на расстоянии 50-100 метров. Мы осматриваем все визуально сверху, а также по инфракрасной камере. И если есть тепло, и оно отображается, то мы обязательно увидим его в инфракрасную камеру. Вместо того, чтобы не остыть из инфракрасной камеры. Спасательную операцию осложняли сильный ветер и волнение на море. И вот в четверг в 16.30 тело юноши было найдено и отдано государственной полиции. Спасатели призывают обратить внимание всех на необходимость соблюдать осторожность, особенно в августе и сентябре, когда море наиболее неспокойно. Каждый день на пляже, отмеченном голубым флагом, свою вахту несут пять спасателей. А венспилсчане, туристы и гости города, увидев предупреждающие знаки, которые выставлены у входа на всех дорожках, должны следовать правилам безопасности. Розы, украшающие Венспилс, признаны одними из самых красивых в Латвии. С ними этот титул могут разделить лишь розы Рундельского замка. Но попытаемся быть объективными. Эти королевские цветы украшают наш город, согласно архивным данным, многие столетия. Королевы цветочного мира, они весьма прихотливы и требуют, в отличие от других цветов, особого ухода. Об этом знает и председатель Венспилской думы Айверс Лембергс. И не понаслышке. Поскольку у меня дома есть тоже розы, я знаю, что это выглядит очень просто, но фактически там надо все очень пунктуально делать, чтобы они были, все время цвели. А то, что розы капризные, в Энспилсе подтверждает и главный садовник Зана Мокрецка. Все начинается с посадки и удобрения, затем надо кропотливо ухаживать и правильно поливать. Как понять, что этому прекрасному цветку хорошо, что он доволен? Оказывается, очень просто. Если роза за сезон цветет два раза, а то и больше ее все устраивает. Например, на проспекте Лелайс разные сорта роз цветут не менее двух раз. Цветение роз в городе начинается в конце мая и заканчивается в конце октября. Сколько сортов сейчас даже не перечесть. Вот главный из них. Мы используем такие сорта роз, как Чип эндейл. Из старинных сортов это розы под названием Желтая фрезия на улице Гертродос. А также прекрасный сорт, берущий свое начало из Средневековья – Августа Луиза. С тех пор, как Зана Мокрецка стала главным садовником города, она попыталась обновить клумбы с розами абсолютно везде – и на городских улицах, и в прибрежной зоне. Это и так называемые парковые сорта роз и розы-кустарники. Их можно увидеть и на полисадниках частных домов, возле офисных зданий и многоквартирных домов. И везде розы желанны. На территории замка Ливонского ордена свои особые цветочные королевы. Нас радуют английские розы – кустарниковые. Здесь в замке они высокие, но они так должны быть. Этот круг розы метр пятьдесят, они так должны расти. Во многих культурах роза является объектом восхищения и поклонения, символом страстной любви. Еще раньше считалось, если мужчина хочет объясниться в любви даме своего сердца, он должен дарить красные или бордовые цветы. В современном обществе все нивелировалось, говорит Зана Макреско. Считается, что розы любого цвета хороши. Чем, к примеру, не великолепна желтая чайная роза. Ее аромат вскружит голову любой красавицы. Но великолепные венспилские розы не забудутся никому. Ни нам, которые здесь живут, ни гостям города. Финны бы назвали местечко Усма, что в Энспилском крае землей туманов, левый – новой землей. Кто из них прав, неизвестно. Но Усма и одноименное озеро для венспилчан и гостей стало популярным местом отдыха, рыбной ловли и занятий парусным спортом. В этом сомнений нет. Оно в последние годы прославился тем, что в первую пятницу августа на водной глади проходят живые концерты. В этот раз, преодолев час пути на яхте, наша съемочная группа пришвартовалась среди множества других лодок и кадамаранов недалеко от острова Маус-Алкснете, около празднично украшенного плота. Ровно в 20.00 здесь начался концерт, который назвали «Соната на закате озера Усмас». В первом отделении звучала прекрасная классическая музыка. Концерт открылся выступлением тенора, экс-солиста национальной оперы, а ныне министра культуры Латвии Науриса Пунтулиса. Концерт продолжили музыканты, которых представил министр культуры, выступавший в роли ведущего. Раймондс Озелс. Он один из трех в лодке, который организовывал первый концерт «Соната на закате озера Усмас», а также, конечно, Раймондс Мацац, Янис Перконс и Марис Жагарс. Скрипач Раймондс Озелс представил на концерте популярные классические мелодии. Зрители наслаждались прекрасными оперными голосами. Затаив дыхание, они слушали, как музыканты берут самые высокие ноты. В концерте участвовали пианисты, гитаристы, скрипачи. Звуки, флейты гармонично сливались с пением птиц, с трекотанием кузнечиков и плеском рыбы в воде. Количество зрителей на воде трудно было сосчитать, глаза разбегались, но пару новобрачных заметили, пожалуй, все. Первое деление концерта завершилось классическими произведениями джазовой обработки в исполнении министра культуры Латвии Науриса Пунтулиса. Вместо праздничного салюта министр культуры предложил всем выступление прославленной 80-е годы группы «Перканс», в составе которой тоже раньше пел. Сегодня солировали Раймонд Забарташевич и Эва Акураторы. Многие зрители во время выступления Перканса приплясывали на месте. Особенно это удавалось тем, кто приплыл сюда на плотах. Масса слушателей концерта пытались его увековечить, снимая происходящее на видео. Первая часть просто фантастическая. Вторая – старые добрые перконы. Что может быть лучше старых добрых перконсов? Как вы думаете, будет ли продолжение? Думаю, что да, в следующем году, в это же самое время. Набис скрипач Раймонд Зозлс исполнил на фоне лучей заката известную мелодию Алексея Рыбникова из рок-оперы Юнона и Авось. Композиция «Я тебя никогда не забуду». Концерт соната на закате озера Осмос завершился, и в лучах уходящего солнца зрители, не торопясь, наслаждаясь природной красотой, медленно разъезжались на своих судах, чтобы через год встретиться вновь. На этом у меня все. Неделя подошла к концу, и впереди нас ждут солнечные летние выходные. Ну а вновь мы с вами встретимся на телеканале РТВ в понедельник, 17 августа, в это же самое время. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова